Доклады выдающихся ученых, всемирно известных ученых. Я передаю слово для ведения этой части программы моему коллеге, ученому-мегагрантнику, профессору МГУ Александру Викторовичу Кабанову. Большое спасибо. Я вот одну вещь хочу сказать. На самом деле в научном плане это уникальная конференция, потому что лично я не знаю никакой другой конференции, в которой фактически все науки представлены. У нас как раз вот будет сессия по всем наукам, и это очень интересно. И это мне доставит огромное удовольствие представить нашего первого докладчика, мегагрантника первой волны Станислава Смирнова, ну естественно мирового лидера математики, лауреата Филцевской премии. Смирнов Станислав, всемирно известный математик, занимается различными областями математики и теоретической физики. В 2010 году был удостоен золотой медали Филца за доказательство конформной инвариантности двумерной перколяции и моделей Изинга в статистической физике. Профессор Женевского университета, член Шведской и Европейской академии наук, член Общественного совета Министерства образования и науки Российской Федерации, победитель конкурса мегагрантов второй волны, руководитель междисциплинарной исследовательской лаборатории имени Чебышева Санкт-Петербургского государственного университета. Станислав, давайте поприветствуем. Мне нужна точность, он руководитель первой волны. Да. А еще я очень плохо катаюсь на коньках, это там было не написано. Вот. Дорогие коллеги, а можно, значит, мои слайды? Большое спасибо как бы за приглашение. Во-первых, конечно, очень приятно быть в Казани. Я последний раз тут был полтора года назад, выступал перед школьником. Здесь замечательные школы, замечательные школьники, и некоторые из них потом пришли в наш университет, так что как бы есть такая связь с Казанью. Очень приятно видеть столько коллег. Я согласен, конечно, с Александром, что редко бывают конференции по всей наукам, и одна из вещей, которую достигает эта программа, которая редко, это действительно какая-то синергия, какая-то интеракция между разными науками. А теперь вот, а можно мои слайды, пожалуйста? Я, наверное, коллеги, а можно слайды? Ищут, да, ищут пожарные, ищут милиция. Да, значит, я расскажу, наверное, начну доклад с того, что расскажу немножечко о нашей лаборатории, потому что вот часто, когда говоришь с коллегами, чаще, я думаю, даже гуманитарий лучше или философ понимает лучше, чем занимаются математики, чем коллеги из естественных наук. И что такое математическая лаборатория? Ну, в принципе, математические лаборатории, конечно, бывают такие же, как физическая или химическая. Их много в Академии наук, где работают над какой-то конкретной задачей. Да, это создается под конкретный какой-то проект. Например, нас, ну вот, во многом был расширен тематический институт петербургский для расчетов по ядерному проекту. А потом он, да, и на первый слайд, пожалуйста. Давайте на второй сразу, на второй, на первом, там опечатка. И вот, когда мы создавали эту лабораторию, конечно, была какая-то тема. Тема была вероятность анализов современной математической физики, то есть это пересечение применения двух областей к третьей области, и конкретная тема исследования была двумерная статистическая физика, я немножко больше скажу про это. Но когда мы создавали, мы с коллегами решили, что мы хотим скорее не работать над конкретным проектом, а больше вложиться в воспитание молодежи. То есть фактически у нас сейчас есть 8 научных сотрудников, в тот момент было 4 только, чтобы организовать все это, а большей части лаборатория, больше 40 тогда было постдоков, студентов и аспирантов, в среднем возрасте было 27 лет. И основная идея была, что нужно сделать нормальные условия для молодежи, сделать так, что была, конечно, не только достойная зарплата, чтобы человек мог не подрабатывать на стороне, заниматься науком, но также сделать большую активность по семинарам, по каким-то курсам, опять, чтобы это не было зациклено внутри года, чтобы много приезжало визитеров из других городов России и за границы. И вот там как бы написано примерно какая активность, то есть 1400 семинаров за это время прошло, 40 школ и конференций мы провели. И просто для сравнения, как многие из вас знают, несколько факультетов Петербургского университета, тогда еще Ленинградского, в 70-е годы были переведены в Петергоф, и для математического факультета, для матмеха, это фактически убило семинарскую жизнь. То есть по математике чистый, ну, я думаю, 2-3 семинара в год проводилось, потому что далеко от города добираться час на пригородном поезде, а до этого еще на метро. И вот мы пытаемся это возродить. Естественно, были хорошие исследовательские результаты, почти 300 уже публикаций, десяток разных премий получили люди. И вот просто пример скриншота с сайта лаборатории. Вы можете сами посмотреть с чебышев.spbu.ru, ну или с сайта университета. Справа, ну это как бы там архив припринтов, слева это просто стандартно, поле-менее, как выглядит расписание на деле, сколько активности происходит. Потому что там сразу по многим областям, это живые как бы семинары, многие из них регулярные, часто какие-то люди приезжают, какие-то курсы читают. Вот одна из школ, которую мы проделили, самая большая, в 2012 году была школа по теории вероятности статфизики. Было 220 участников из 33 стран, там как бы огромное количество студентов. И тут можно представить, что в первом ряду сидят и постдоки, и аспиранты, и очень известные академики. И совершенно замечательные были и наши, и западные преподаватели. Вот если просто говорить вот про как бы структуру такую и про как бы финансы, Мегагран действительно помог с нуля что-то организовать. Но потом как бы планировалось это как программа, что это кончается в 2013 году, в 2014 начинается потом какая-то новая жизнь. Но у нас в принципе она состоялась, хотя много энергии было потрачено именно на поиск денег. И здесь, во-первых, у нас есть Гранд РНФ, во-вторых, нам очень помогает Газпром. И это в данном случае пока не исследовательское сотрудничество, а чистая боготворительность их стороны. То есть они вкладывают в чистую науку, просто понимая, что это важно, Газпром нефть, то, что это важно для будущего страны. И тут вот, то есть в принципе как бы все хорошо. Единственное, что действительно, что вот упоминалось уже про вчерашнюю встречу, что нет какого-то такого постоянства. То есть, например, сейчас мы не знаем, какие планы можем делать на 1 января. И это, конечно, некоторая проблема. И то, про что вчера был разговор, это не только для мегаграндских лабораторий, а для лабораторий вообще. Что если лаборатория любая в Академии наук или в университете показывает хорошие результаты стабильно, то должна быть какая-то постоянство, чтобы люди могли планировать, опять же, чтобы те же молодые люди знали, что им обеспечена позиция. Мы в позапрошлом году решили, что нужно больше вкладываться в студенты, потому что есть в стране совершенно замечательные школьники. И в прошлом году мы перезагрузили преподавание математики. У нас был специалитет, довольно-таки традиционный, довольно-таки замороженный программе. Мы собрали новый наблюдательный совет 17 ведущих ученых со всего мира, переписали программу, сделали так, чтобы на курсах курсы по выбору и студент может составлять какое-то персональное расписание, что если человек хочет быть теоретическим математиком, он может какой-то более эзотерический набор курсов. Если он хочет заниматься, например, машинным переводом или математической биологией, он записывается на какие-то курсы на другом факультете и больше берет, скажем, статистики или комбинаторики. И два набора по 45 студентов, совершенно замечательные люди. Опять же, вот «Газпромнефть» нам помогает. Есть специальные средства привлекать ребят из регионов, есть средства у них для поездки. Скоро начинаем мастерскую программу. И два года подряд мы взяли на этот курс больше победителей Всероссийской Олимпиады и призеров по математике, чем любая другая программа. Мехмат, Высшей школы экономики. То есть замечательные совершенно ребята пришли, так что присылайте к нам школьников, это хорошо работает. И теперь хотелось бы немножечко поговорить про науку. И вопрос, конечно, который часто задают, скажем, физики или химики или фармацевты, а вот чем Вы вообще математикой занимаетесь? Во-первых, потому что, говорят, вот мы решаем конкретную задачу. Ну, например, там как бы доставка лекарств по адресу. Ну, а ты что решаешь? Потом, говорят, мне в школе вроде объясняли, что математику все, вот Евклид все уже доказал. Ну, Эйлер еще у вас в Петербурге 300 лет и доказал. И действительно, немножко создается такое впечатление школьной программы. Но, Вы знаете, мотивация математиков, она со времен Евклида или Эйлера не изменилась. Другое дело, что школа дает неправильное немножко впечатление, далеко не все доказали, много очень интересных проблем математики. И реально математику можно разделить, ну что ли, мотивацию нашу на три. Они никогда чисто в виде не идут, кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик, то есть кто-то из одной мотивации занимается, кто-то из другой, но они всегда переплетаются. Первое – это просто внутренняя красота. В математике есть реально как бы красивые объекты, даже в школьной программе можно, вот в школьной программе дается, да, два-три доказательства теоремии Пифагора, и некоторые из них очень так забавные, там с разрезанием квадратов на треугольничке. Ну, вот здесь, например, кусок множества Мандельброта. Это просто простой пример описания хаотической системы, и там как бы, ну, это один из таких очень красивых фракталов. Вторая мотивация – это какие-то вопросы, с которыми нам те же физики или химики приходят, и я больше про это буду говорить. Ну, вот, скажем, основной пример, что квантовая механика – это реально как бы не состоялось бы без очень заумной математики, которая, часть которой была создана к тому времени, когда понадобилась квантовая механика, уже была создана из чистого любопытства. А третье – это практически какие-то применения, ну, вы знаете, вот тут нарисован мобильный телефон или самолет, ну, вы знаете, начиная вот с дремлайнера Боинга 777-го, а самолеты не продувают в аэродинамической трубе, а чисто рассчитывают на компьютере. Чтобы это правильно делать, нужно использовать современную математику. Или вот нарисован мобильный телефон. Вы знаете, в вашем мобильном телефоне математики больше, чем знал Стив Джобс, и больше даже, чем я знаю. И на самом деле, даже многие математики это не знают, там есть совсем современные патенты. Вот просто пример, скажем, ну, неофон, но вот у половины Самсунгов у них две антенны, и две антенны на расстоянии 5 сантиметров немножко разные сигналы принимают. И сравнивая эти сигналы, можно лучше удалить помехи, чем если вы берете как бы сигналы с одной антенны. И это просто мой коллега, ну, который как бы тоже в Петербургском, кстати, тоже отсюда потом учился в Петербургском университете, у которого есть патент на это, как бы как это решать, чисто задача про воронение в частных производных. У нас в нашей лаборатории больше скорее второе, это вопрос, с которым приходят физики, и последовательность примерно такая, что физики-экспериментаторы, они наблюдают какое-то явление, они приходят к теоретикам, говорят, объясните, что это мы заметили. Теоретики придумывают какое-то объяснение, а мы потом строго проверяем, если действительно есть такое объяснение, будет так или не будет так. Например, очень известная в математике модель, она была сформулирована Полем Флори, Полем Флори очень известный химик, то есть тут, я думаю, химик его знает гораздо лучше, чем я, он Нобелевский лауряд, у него есть книжка по химии полимеров, и он там задает вполне логичный вопрос. Ну вот полимерная молекула, очень длинная молекула, но, видимо, то, какие у него химические свойства, зависит не только от того, какую вы формулу напишите, но и того, как она расположена в пространстве. И у него там возникает несколько моделей, одна модель для полимеров в каком-то растворе, то есть как бы развернутый, такой не свернутый в кубок, вот здесь реальные фотографии под туннельным микроскопом, и он предлагает очень простую модель, что давайте возьмем решетку, вот здесь я взял шестиугольную решетку, и нарисуем на ней все, как бы, ну вот скажем, полимер длины 100, все кривые длины 100, но молекула не может пересекаться сама себя, вы не можете два атома одно место занимать, поэтому мы рисуем не просто все пути длины 100, которые было бы просто рисовать все пути длины 100, на каждом пересечении вы можете пойти в трех направлениях на этой решетке, на квадратный в четырех, север-юг, восток-запад здесь в трех, и пути длины 103 в степени сотой, просто три сто раз выбираете три направления. А когда не может пересекаться, это гораздо более сложная задача, и Флори использовал методы нашего физика Ландау, и попытался охарактеризовать эти кривые, и сделал такой, как бы, набросок физически, не математически без доказательства, что это должны быть фрактальные кривые размерности 4 третьих, то есть если кривая, скажем, длины 100, то у нее диаметр примерно 100 в степени 3 четверти, но через 20 лет другой Нобелевский лауреат, француз Дежан, химик и физик, доказал, что аргумент Флори был неправильным. Но еще через 20 лет третий человек, голландский физик Нинхаус, доказал, что аргумент-то неправильный, но ответ правильный, но не сделал доказательства. То есть, ну, знаете, бывает, как это, вы в одном месте обсчитались плюс 5, добавили в другом минус 5, и случайно сократилось. И мы теперь математически понимаем, мои коллеги тоже пример, ну, вот не нашего мегагранта, международного сотрудничества, Олю Шрам и Вернер, это француз, израильтянин и американец, они объяснили, как 4 третьих появляется, но не доказали. А мы сделали первый шаг к такому доказательству, то есть вот это как раз до начала лаборатории начиналось, мы с моим аспирантом-французом Деминиумом Купаном сделали на шестиугольной решетке первый шаг, а потом Александр Глазман, аспирант здесь, сделал то же самое на квадратной решетке. И здесь вот как бы интересная, ну, доклад по математике должен иметь какие-то формулы, здесь мы доказали половину формулы Нейнхауса, которая немножечко более точная, и он задал вопрос, сколько таких кривых длины n. Так вот, очень просто математически доказать, что главный порядок роста это мю в степени n. Если бы не было условия про самопересечение, было бы три варианта на каждом шаге, было бы три в степени n. Тут есть ограничение, что нет самопересечения, поэтому какой-то мю меньше. Нейнхаус предсказал, что мю должно быть таким вот смешным числом, корень квадратный из двойки плюс корень квадратный из двойки. Если хотите узнать, спросите в перерыве, я вам скажу, как оно появляется. Это косинус π поделить на 8. Два косинуса π поделить на 8. Но что самое интересное, что это мю зависит от решетки, а следующий член это n в степени 1 в 30-тверых, и он универсальный. Ну, вот надо, наверное, два слова сказать, потому что физики, химики хорошо должны понимать, почему это так. Это часть феномена универсальности, который мы видим в физике. Вот если, например, мы кипятим стакан воды, она закипит при 100 градусах. Ну вот 100 играет роль корень квадратный из двойки плюс корень квадратный из двойки. Для другой жидкости, скажем, для спирта или для масла закипит при другой температуре. Но кипеть будет одинаково. То есть число мю меняется, а вот это число, оно характеризует, как происходит кипение. То есть как какой-то в этой модели тоже вложен какой-то такой фазовый переход. Это одна модель. Но феномен универсальности, он шире, чем просто вот что модель одна и та же на разных решетках себя одинаково ведет. Он говорит, что разные модели тоже могут себя вести поодинаково. Есть конечное количество разных поведений. Вот здесь справа фотография этой кривой, а слева моделирование более простого феномена, который мы часто видим, просто не замечаем, потому что он более медленный, это эрозия. Вот, скажем, как бы какую-то скау точит вода или ветер, и мы смотрим, значит, как бы, ну, может быть, изначально прямой камень, но через много тысячелетий он станет каким-то таким тоже фрактальным, непрямым. Так вот, Бенуа Мандельброд, известный человек, который научен и придумавший слово фракталы, он высказал гипотезу, что эти вот две кривые, которые мы здесь видим, границы такого источного камня и вот эта вот случайная молекула, они на самом деле выглядят одинаково. И обе имеют эту фрактальную размерность. И то, что мы уже доказали, что левая сирозия имеет фрактальную размерность четыре третьих, и мы сделали первый шаг во второй. На самом деле это все, как бы, более широко, это часть большой науки, которая называется статистическая физика. И статистическая физика изучает системы, где много частей. Ну вот, например, стакан воды, в нем примерно миллион, миллионов, миллионов молекул воды. Очень много. Если я его начинаю нагревать, каждая молекула начинает двигаться быстрее, быстрее, быстрее. С индивидуальной молекулы ничего не меняется при 100 градусах, она просто стала еще немножко быстрее двигаться. Но их поведение, когда их миллионы, миллионы, оно складывается так, что пересходит качественный, вот количество переходит в качество. Когда при 100 градусах их сумма уже не непрерывно меняется, происходит скачок, она начинает кипеть. И таких феноменов много. Например, вот то, что физики больше всего любят изучать, это не кипение, скорее, а феномен феромагнетизма. И тут есть известная модель, то есть, опять же, многие знают, она была предложена физикам немецким ленцем, поэтому называется модель лизинга. Есть такая у нас традиция в статфизике, модели вы называете в честь своих аспирантов. Потому что придумаете модель, даете ее в качестве темы кандидатской, а потом все называют ее в честь аспиранта. Вот ее придумал научный руководитель лизинга ленц. Я не буду сейчас модель подробно говорить, но, грубо говоря, вы раскрашиваете что-то в два цвета, но делаете так, чтобы соседи пытались быть одного цвета, силой, которая зависит от температуры. То есть, это считает, что у вас есть какой-то магнит, который состоит из маленьких магнитиков, они все стараются в одну сторону смотреть. Если они смотрят все в одну сторону, как на этой картинке вот здесь, это происходит при низкой температуре, у вас тогда получается магнит, потому что все маленькие магнитики складываются. Если температура высокая, все расстроены, магнита нет, потому что они друг друга уничтожают. И вот модель лизинга, там есть конкретная формула, она такая базовая, ее много изучали. И тоже один из результатов этого гранта, что часть из физических предсказаний мы доказали. Давайте я, может быть, пропущу физическую мотивацию. Ну вот просто пример теоремы. Здесь это уже другой класс универсальности отличается от полимеров. И мы с Димой Челукаком, который работал в лаборатории, сейчас его пригласили на несколько лет почитать лекции в Эколе Нормаль в Париже, мы доказали, что у модели издга тоже есть такие фрактальные свойства. И он потом это продолжил, доказал гораздо больше про нее теоремы, получил премию Рафаэля Салема. Это самая престижная международная премия в математическом анализе, просто самая престижная, которая 50 лет уже дается. Давайте я, может быть, два еще примера сделаю. Я говорил про модель издинга. Есть самая простая версия модели издинга, когда нет никакого взаимодействия между разными атомами. Это ее используют для другого, для моделирования просачивания сквозь пористую среду. Она называется перколяцией, ну или по-русски просачивание. Модель очень простая. Допустим, представим, что у нас есть желтый камень, в нем есть белые дырки. И дырки случайно расположены. Мы кидаем монетку, орел красим в желтый цвет, решка красим в белый. Ну, также можно представить, что у нас есть лес, где белое растет дерево, где желтая дырка. А потом мы спрашиваем, а может ли вода просочиться? Давайте я здесь попробую указкой. Может ли вода просочиться, если мы сверху нальем воду? Вот здесь не может. Здесь вот может сочиться, сочиться, сочиться. Так, мне немножко плохо под этим углом видно. Может ли вода просочиться. Или в терминах леса, если мы сверху подожгли лес, может сгорит ли лес целиком или остановится? Вот на этой клетке может, все видят, да? Теперь давайте другую случайную картинку, где лес гораздо больше. Можете ли вы увидеть, может ли вода просочиться здесь? Ну это как, знаете, экзамен у окулиста. Я буду так дальше показывать картинки, а потом очки подбирать. Вот может или не может? Кто-нибудь видит? Знаете, правильный вопрос, не может или не может, а почему так сложно увидеть? Так вот, давайте нальем сверху воду и посмотрим, что произойдет. Вот мы налили сверху синюю воду, снизу не может. Так вот, не может, сложно увидеть, потому что она просачивается не по прямой, она просачивается по какому-то кривому пути. Этот путь, это опять же фрактал размерности 4 третьих. Что это означает? Что если у вас коробка размера 1000, то длина пути будет 1000 в степени 4 третьих. Ну это простое упражнение в арифметике. Корень кубический из 1000, 1000 в степени 1 третьих, это 10. Значит, 1000 в степени 4 третьих, это 10 тысяч. Но вы спросите, а как же так получается, что коробка размера 1000, а путь длины 10 тысяч? Значит, он 10 раз длиннее, значит, он очень сильно вихляет, и поэтому его сложно увидеть. То есть есть такие процессы в природе, которые гладко идут, но в основном гладкость, она придумана человеком. Человек делает ровный стол, а молния, она не ровная, молния бьет по какой-то фрактальной траектории. Также человек как бы прокладывает ровный канал, но река изначально течет по фрактальной траектории, только она очень долго течет, она все уравнивает, она становится прямой. То есть вот так вот появляются какие-то фракталы. И вы знаете, на этом я, наверное, подхожу к концу. Очень много разных систем. Вот здесь вот видите, я сделал много картинок из разных. Вот здесь вот, например, это реальная картинка, где кислоту капнули на алюминиевую пленку и посмотрели, что она разъела. Можно сделать точно так же, подпалить лес и сфотографировать лесной пожар сверху. Ну, лучше просто не подпаливать, а я вам этого не советовал, а просто сделать фотографию сверху. Тоже будут эти фрактальные границы размерности 4 третьих. Вот, ну и если как бы заканчивать, ну вот это как бы вкратце про лабораторию, что проект 6 лет продолжается, очень сильно университет поддерживает, много хороших результатов, замечательные студенты, исследовательные. Лаборатория стала международно видна. У нас есть там совместный программ замечательный с французами, совместная программа кафедры Ламе. Это известный французский ученый, его имя на Эйфелеве в башне изображено. Он был в Петербурге 10 лет профессором. Ну и сейчас вот мы включились в образование, планируем, значит, как бы расширять все эти активности. А кончу я с вопросом. Я уже спрашиваю, может ли просочиться вода? Вот ко мне пришел мой знакомый биолог и принес вот эту правую картинку и спросил, это та же самая картинка слева, где кидает монетку? Вот скажите, та же самая или не та же самая? Ну, похоже, не похоже. Из того же класса универсальности или нет? Давайте, кто за то, что похоже? Поднимите руки. Я, кстати, посмотрел, я вначале скажу, что тоже, что похоже. А кто за то, что не похоже? Вот. Ну, он сразу хитро посмотрел, сказал, не похоже, и говорит, а, ну да, я, конечно, знаю, не похоже. Так вот, во-первых, что это справа за картинка? Можно показать? Будем считать, что это вопрос. Конечно, кто-то спросил, что справа за картинка. Так вот, это кусок кожи настоящей ящерицы. Я с этой ящерицей знаком. Такая довольно симпатичная, только больно кусается. И биолог этот, он очень известный Мишель Меленкович, он, например, узнал, что хамелеоны меняют цвет не только из-за пигментов, но и из-за жидких кристаллов тоже. У них есть в клетках жидкие кристаллы. А вот он изучает, как у животных появляется морфогенез, как появляется раскраска, форма. И он хотел понять, это случайно раскраска или нет. И мы написали как бы недавно статью. Вот эта ящерица, это одна и та же та, с которой я знаком. И сверху она, когда ей была неделя. Снизу она взрослая. Ну вот здесь они растянуты, на самом деле масштаб правильный. Вот эта маленькая ящерица, ребенок, потом она становится такого размера. И ей нужна раскраска, чтобы хорошо прятаться в какой-то обстановке. Если бы просто вот такую ящерицу раздули, то вот такие пятна были бы уже слишком большие, чтобы прятаться. Поэтому ей нужно сменить раскраску, пока она растет. И это появляется очень интересно. У нее есть чешуйки, которые в детстве раскрашены как-то так, а потом чешуйки начинают менять цвет. Опять же, там есть хроматофоры, там есть пигменты, там есть жидкие кристаллы. И они реагируют очень простым математическим уравнением. Реакция диффузии. То есть каждый из этих пигментов, если у вас какая-то клетка черная, он пытается распространить, чтобы все было одинаково серое. И второй тоже, если зеленый, пытается распространить, чтобы одинаково зеленое. Но они реагируют. Если много зеленого, он убивает черный. Если много черного, он убивает зеленый. Начинается круговорот. То, что математики знают, что это простое уравнение, может получиться любая картинка. И здесь получается, вот картинка таких беспорядочных, очень похожая на форму цвета хаки, но она получается автоматически. Просто решается случайная система, по каким-то законам перещелкиваются эти шестиугольнички, и вот вырастает взрослая ящерица. И вот как бы это пример сотрудничества между разными областями. К сожалению, это не здесь лаборатория, это мне пришел биолог из другого университета, но это выросло из результата, который был доказан здесь. Все. Большое спасибо. Не надо. Да, вы знаете, коллеги, это действительно потрясающе, что у нас сегодня будет и физика, и математика с ящерицами, и история тоже. Наверное, вы уж меня ради бога извините, мы не будем задавать вопросы, поскольку просто мы не уложимся. Эту сессию надо было сделать два раза.